всем добрый день слегка ревниво наблюдаю за реформой полиции на украине в украине с одной стороны интересно с другой стороны вот ревниво наблюдаю вдруг у них все получится будет обидно если мы будем сами отставать в нашем российском государстве в плане реформы полиции вот они не будут брать взятки будет у них примерно как вот в грузии в грузии вот например при саакашвили там действительно понавили порядок с полицией если вот в советские времена и после как бы вот говорят да кутайся доехать там кидали дальнобойщики прямо спичный коробок когда приезжали мимо гпдд например да гаи и там уже взяточка лежала денежка соответствующая купюрочка приличная иначе проехать было невозможно вот так было как говорят то при вот саакашвили и чуть после него до полиция совершенно изменилась об этом много писали репортажи были я и сам с этим столкнулся вот мы ездили семьей когда но как черного моря и проезжали мы через грузию и вот конкретно полицейские нам реально помогли мы там запутали навигатор там не работал у меня отдельная песня но не работал и они подсказали мне и как добраться до гостиницы причем они подсказали нам это не просто так вот взяли подсказали а просто довезли нас оттуда то есть это был ночной город и вот они нас сопровождали то есть ехали впереди мы за ними показывали нам дорогу причем ехали на страшной скорости вот чем интересно было грузии что никаких ограничений реально как бы там и не существовало ну правило конечно есть но так вот в общем то все гоняют как хотят по населенным пунктам ну видимо ориентируется на то что люди сами исходя из здравого смысла будут придерживаться того скоростного режима который который уместен для данной ситуации ну вот и мы там тоже так вот гоняли мчались ну конечно если видим что нет ни детей никого вот такие вот приезжали деревни поселки действительно там довольно было пусто мы ехали вечернее время и нормально так вот и вот эти наши гаишники славные гонали там наверно под 80 быстрее там просто не разогнаться прямых таких трасс не было по улицам да ну и вот мы за ними только-только успевали вот так вот они спокойненько свободно вот так вот и нас в общем-то до конечного пункта до помогли добраться нам то есть я сам убедился что действительно они не только взяток не брали она действительно смотрели как на помощников они на какой такой репрессивный аппарат от которого чего-то там ожидать неприятного перспективе да они даже вот я слышал и бензин даже помогали давали подзаправиться если у кого-то кончался сами подъезжают помогают если что случилось но вот сильно воспринимались как такая добрая скорая помощь в хорошем смысле слова и мне это нравилось конечно в грузии ну хорошо когда на планете земля какие-то моменты и вот просто приятно существует действует да их рады их хороший пример и в этом смысле конечно я украине желаю добра и чтобы так же было но вот ревнивая поскольку все таки у нас такое вот негласное как бы соревнование вот они избрали путь вне россии за пределами россии от россии не стали мы для них тем центром притяжения который хотелось бы и мы могли бы им стать может быть да и может быть имели какие-то основания ну в общем вот такое соревнование у нас они выбрали вот такой вот путь в сторону европы а мы немножко как бы за бортом и что кого получится кто как выиграет немножко подспудно есть такие мысли и вот в этом смысле мысли ревность конечно есть вот смотрю ревнивый за полиции в украине как там оно сейчас чем это закончится посмотрим посмотрим вот вроде стали патрулировать недавно репортаж смотрел там вот как вот в грузии полицейские какие-то все таки с огоньком как о них люди говорят задорные смысле подтянутые оформленные уже по европейский или вот в новом стиле называет уже как полиция вот вроде так мы у них милиция осталась если скажем в грузии вообще с нуля всех набирали то тут и как я понимаю они параллельно решили это все дело да то есть есть милиция и потихонечку вот создают вот такую вот полицию по новому образцу у нас то просто до при медведе переименовали милицию на полицию ну какие то может быть изменения были не только косметические внутренние но да и вроде бы у нас таки тоже со взятками стало получше не стали их брать вроде бы перешли на видеокамеры что то еще вот я правда последние вот года езжу как-то мне не приходилось уже встречаться с полицейскими которые там в кустах сидят и ловит кого-то хотя конечно это наверно осталось ну в общем такая вот мысли ревниво наблюдаю за полиции за реформой полиции милиции на украине посмотрим как она все там сложится